Это я её считаю волонтёрской. Она не называется волонтёрской, просто от души. Навсегда уходит каждый день и век, Небо одиноко, словно человек. Каждый ищет счастье под своей звездой, Каждый остаётся со своей бедой. Кружится планета в голубой дали, Но никто не... Ни судьбу, ни ветер горько не кляни, Ни тому, кто рядом, руку протяни. Если можешь помочь, помоги, Если можешь согреть, обогрей, Если можешь сберечь, сбереги Среди тысячи дней и ночей. Загорает осень, заревал рябин, И никто не должен в мире быть один. Если даже в сердце снег и холода, Ты же понимаешь, снег не навсегда. Словно зажигая от свечи свечу, Кто-то вдруг прижмётся к твоему плечу. И, быть может, счастье ты своё найдёшь, И случится сразу всё, чего ты ждёшь. Если можешь помочь, помоги, Если можешь согреть, обогрей, Если можешь сберечь, сбереги Среди тысячи дней и ночей. Спасибо. Товарищи, колокольчик, от имени администрации нас пришла поприветствовать. Заместитель главы администрации. Привет, Юлия. Вот так, тем не зря дают. Уважаемые дорогие девочки, дорогие члены нашей общественной организации, Тихвинцы, Тихвинки. Я хочу... Простите, не могу снять, потому что я не очень здоровая. Я не хочу вас подвергать опасности. Мы не боимся. Мы керлинские запасы. Буду громче говорить. Позвольте, от имени главы администрации Тихвинского района, Юрия Алексеевича Наумова, Вас всех поприветствовать. Я хочу вам пожелать в наступающем 2023 году крепкого здоровья. Сейчас все вокруг болеют. Будьте стойкими. Давайте воспитаем какой-то коллективный иммунитет, чтобы этот Новый год, это Рождество Христово, встретить здоровыми, счастливыми, с уверенностью в завтрашнем дне. Я желаю вам, чтобы дома было все в порядке, чтобы ваши близкие и родные были здоровы, были счастливы, чтобы у вас была уверенность в завтрашнем дне ваших детей и внуков. Хочу поблагодарить вас за этот и многие другие продуктивные годы, которые у нас позади. Во-первых, действительно, вы серебряные волонтеры. И не случайно этой песней открылась наша встреча. Я благодарю вас за эту работу. Вы нам очень помогаете. От имени Центра волонтерского движения по Тихвинскому району благодарю вас, низко, нижайше. У нас с вами очень много позади проектов. Вы вовлечены во все культурные и социальные события нашего района и нашего города Тихвина. Вы очень активные, очень позитивные. Вы завсегдатые наших всех культурных, спортивных, массовых мероприятий городских. Мы узнаем ваши лица. Мы рады их видеть в наших концертных залах, на наших мероприятиях, в библиотеках, в домах культуры, во дворце культуры имени Римского-Корсакова. Мы всегда искренне рады вам. Берегите себя. У вас прекрасное сообщество. Вы так поддерживаете друг друга. Вы даете всем нам пример, как можно друг друга поддержать в наше непростое, не самое стабильное, в общем-то, время. Хочу отдельно поблагодарить за те социальные инициативы, за ваше неравнодушие. Хочу... Вот вчера, кстати, губернатор отмечал в том числе команду 47 Тихинского района. И мне очень отрадно, что в составе команды руководитель студии декоративно-прикладного искусства районного дома культуры, которая вместе с вами изготавливала москитные сетки, стала участником, она стала представителем этой команды 47 по итогам 2022 года. Нам очень это все лестно, что наши с вами усилия, те носочки, которые вы сердечно вяжете, та помощь, которую вы оказываете, та поддержка, то внимание, та готовность отдавать, ее город считывает. Вы пример для грядущих поколений, для сегодняшней молодежи. Вы основа этого города, его среды. Сегодня активное сообщество людей зрелых, оно составляет более 25% в Тихинском районе. Это очень значимый сегмент. Это огромная армия. И вы этой армией являетесь. Я благодарю вас за вашу готовность дарить миру себя, за вашу поддержку, за вашу сопричастность, за ваши горячие сердца. Спасибо вам огромное. Можно я еще за вчерашний день от имени губернатора Ленинградской области хочу вручить общественной организации ветеранов-пансионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Тихинский и муниципальный район Ленинградской области благодарственное письмо губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко за организацию помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, большой вклад в проведение года команды 47, а также за активную жизненную позицию и неравнодушие. Это награда каждого из вас. Вручаю ее вашему лидеру. Спасибо, Василия. Хорошо поработали, да? Спасибо. Спасибо. Хорошо, пожалуйста. Так. Ну что, посчитали? Сколько нас? Еще квота. Отсутствует по уважительной причине 5 человек. Так. Из 60, да? Да, из 60. Из 62. Так. Значит, товарищи, мы сегодня собрались, чтобы провести конференцию. У нас было избрано 62 делегата от всех первичных организаций Тихинского района. Присутствует 57, получается, да? Да? У нас очень хорошая явка. Хорошая явка. Все, которые не присутствуют, они не присутствуют по уважительной причине. Конференция правомочна принимать практически любые решения, согласно нашего устава. Товарищи, кто за то, чтобы открыть нашу конференцию? Прошу голосовать. Единогласно. Против нет? Воздержаться тоже нет. Я думаю, что единогласно. Вот. Спасибо. Значит, будем считать конференцию открытой. Так, сейчас я очечки делаю. Так, товарищи, для... Мы немножко сократим, да? Буквально на предыдущем совещании, да? Мы собирали оргкомитет, ну, в лице председателей, да? В последний четверг. Вот. И оговорили здесь многие вопросы. И поэтому все предложения, которые будут по рабочим органам нашей конференции, по каким-то другим вопросам, они были оговорены. Вот. Это не просто какая-то там идея, там, фантазия одного человека. И вот, чтобы сократить время, да? Вот. Я предлагаю. Значит, избрать рабочие органы в следующем... В следующем количестве. Значит, президиум. В количестве... Два. Трех, наверное, тогда придется. Трех. Трех, да. Трех человек. То есть, поручить вести конференцию президиуму и избрать президиум. Прошу избрать меня. И нашего дорогого Костя, да? Да. Трех, да. Трех, да. Меня вызову за Костя. Нет, нет. А ничего. Мы за вас отработаем. Да. Ладно. Так, нет возражений? Нет, конечно. Дальше поехали. Нам, оказывается, нужно избрать секретаря. Вот мне, Любовь Александровна, подописала тут. Количество двух человек. Да. По составу, так. Счетную комиссию. Правильно, правильно. Счетную комиссию в составе трех человек. Понял, понял. Редакционную комиссию в составе двух человек. По количеству состава нет возражений? Нет. Вот, смотрите, мы уже минут пять сэкономим. Так, в целом, по составу рабочих органов конференции слово я хочу предоставить Ефимовой Аиде Иннокентине, члену аркомитета по подготовке нашей конференции. Вот, громче. Состав президента два человека. Бугаев Владимир Георгиевич, Трехетухов и Борфа Александровна. Да, и Елена Юрьевна. Хорошо, мне. Отлично. Секретариат два человека. Булатова Ирина Владимировна и Богатова Лидия Михайловна. Счетная комиссия три человека. Ефимова Алида Иннокентинна, Фадеева Любовь Викторовна и Молчанова Нина Григорьевна. Редакционная комиссия два человека. Краснова Вера Михайловна и Алексеева Ольга Ипполитовна. Товарищи, кто за то, чтобы эти люди вошли в состав нашей конференции? Прошу голосовать. Отлично. Кто против, воздержался единогласно. Значит, я прошу названных товарищей, наших ветеранов, занять свои места. Секретаря здесь, Люль Борфа Александровна. Отсчетная комиссия считает с места, когда будет голосование. Товарищи, нам предлагается следующее повестное дня. Отчет о работе Совета ветеранов за 17-22 год. Отчет о работе ревизионной комиссии за 17-22 год. Выборы нового состава районного Совета ветеранов. Выборы ревизионной комиссии. Ну, в общем-то, ну и разные ответы на вопросы, там что-то, что-то будет. Так. Ну, накатанная повестка дня, обычная. Есть ли возражения по повестке дня? Нет. Нет? Отлично. Кто за эту повестку дня? Прошу голосовать. Да. Отлично. Спасибо. Кто против? Воздержался? Нет? Единогласно. Нам необходимо передать слово. Предлагается следующий регламент. Докладчику по первому вопросу 15 минут. Хватит. Отчет ревизионной комиссии 5 минут. Выступление в пренеях до 5 минут. И закончит конференцию к 13 часам. Есть возражения? Нет. Или пара. Все за? Все за? Или пара. Голосуем? Получится. Все за? Все за? Отлично. Принято. Тогда... А, еще записочки. Если у кого-то вопросы. Вот я там положила, карандашики и бумажки маленькие. Кто-то захочет написать? И там вы... То можете написать. Услово для отчета о работе нашего совета предоставляется Бугаеву Владимиру Георгиевичу. Вообще-то я хотел еще раз сказать, что очень хорошо, что мы здесь собрались. Мы собираемся большими компаниями, но вот такое чего-то, чего-то давненько уже не собирались, да? Вот именно, чтобы тут и село присутствовало, и все. А как-то все как-то так, по отдельности. Хотя мы собираемся практически мы. У каждой недели, у каждой четвертой встречаемся здесь. Товарищи, ну, вот дали мне 15 минут, да? Ну, разве за 15 минут можно, в принципе, все рассказать, что мы делаем? У нас почти 40 организаций лично. У каждой свои особенности. У каждой какой-то план работы. Каждая работает по-своему. Каждые люди, и все люди неординарные. Понимаете? Вот. Ну, я думаю, что главная задача нашей конференции, может, не просто так вот, так вступую, просто вот рассказать о своей работе. Можно рассказывать о работе, когда у нас были, знаете, плановые показатели, да? Вот мы выполнили на столько процентов в этом году, на столько процентов в этом, то тут у нас таких показателей к стремлению нет. Поэтому главная задача, наверное, нашей конференции определить, тем путем ли мы идем, а я уверен, что мы идем тем путем, как и положено. Вот. Ну, и где-то, где-то, может быть, определить наши задачи на ближайшее будущее. Я думаю, что вы со мной совместны. С момента проведения последней конференции у нас прошло пять лет. Вот, Любовь Санна сделала там, а так не запустилась, да? Почему? Давай, давай. Вообще. Администрация мы сидим. Да. И сегодня, 28-й, 12-й. Нет, нет, это сегодняшняя конференция. Мы проводим с вами девятую конференцию. Девятую уже. Вот девять. Если бы через каждые пять лет, то нам было уже 45 лет. Но, к сожалению, нам 35 только. Видимо, почаще раньше проводили вот эти конференции. А учеба вот эта четкая. И здесь вот мы посмотрим, мы посмотрим на себя, вот пять костей мы были пять лет назад. Измене, конечно, прошли. Ну, мужчины состарились, конечно, надо прямо сказать. Ну, а девочки, как были, они так и есть. Конечно, изменения в нашей организации произошли, они и будут происходить. Значит, наше диалектическое развитие, оно идет. Наши главные задачи, как и прежде, были определены уставом нашей организации. Я не буду говорить в целом, там, или каких-то слов о том, чем должна заниматься наша организация. Перечислить, перечислять вот эти вот уставные требования к нам. Я думаю, да это и не нужно, поскольку все мы все прекрасно знаем, все мы все прекрасно понимаем. Вот в течение этих пяти лет произошло изменение закона о некоммерческих организациях. В частности, это коснулось и нашей организации, нашей общественной. Да, вот. Где-то, ну, естественно, отсюда произошли кое-какие вытекающие последствия. Мы с вами укрепились как юридическое лицо. Вот. Мы стали с вами делать отчетность, как и положено любому предприятию, любой организации нашей страны. Вот. Мы отчитываемся в статистику, в налоговую. Да. У нас с вами открыт счет в банке. У нас была увеличена вот юридическая ответственность. Вот. Ну, с другой стороны, повышена экономическая самостоятельность нашей организации. И, в принципе, по отчетности у нас вырастет требования к нам. Действительно, объем отчетности за последнее время увеличился значительно. Поэтому мы вынуждены были все пять лет держать нашего освобожденного бухгалтера. Спасибо администрации, что она оплачивала ему его работы. За весь период мы старались всячески повысить эффективность работы этой организации. Это значит увеличилась численность ветеранов, которые принимают участие в наших мероприятиях. Ну, и также тех людей, кому мы оказываем какую-то помощь. Это то, что на языке общественной бюрократии называется охват. Вот охват наших ветеранов, нашей работы, да, он существенно увеличился. Мы с вами все время совершенствовали структуру нашей организации. Вот. Ну, и должен сказать, что наша структура, вот, они даже в области признают ее как наиболее эффективная. И она объединяет ветеранов не только по месту жительства, но и по совместной работе, по службе, по увлечениям. Чем мы отличаемся от других организаций Ленинградской области? Потому что большинство, все же большинство, особенно городских организаций, объединены там по производственному признаку. Ну, действительно. Предприятий уже этих нет, ветераны есть. Значит, да, приезжают новые люди, они остаются неохваченными. То есть это, конечно, неправильно. И с другой стороны, допустим, да, вот у нас был Кировский завод, да, завод Трансмаш. Если бы объединили, допустим, под его знамя Кировского завода, да, ну, остальные-то где? И потом, где сам-то Кировский завод? Поэтому я думаю, что, и вообще практика показала, что вот эта вот наша структура, да, она самая работоспособная, рабочая, да, и она подружена. Это подразумевает получение максимального охвата людей в работе в нашей организации. Значит, должен сказать, ну, начну я, наверное, с малого, что мы продолжили, у нас продолжили работу наши, ну, сравнительно малые подчисленные организации. Допустим, более четко обозначилась в районной организации, значит, организация бывших узников фашистских лагерей, жителей блокадного Ленинграда, женсовет, которые очень маленькие организации. Значит, у нас продолжали и активно работают, продолжили работу ветеранские организации Борского и Борского сельских поселений. Ветераны комсомола, работники торговли, ветераны органов местного самоуправления на протяжении всех пяти лет успешно отработали у нас, ветераны здравоохранения. Для того, чтобы увеличить и облегчить работу ветеранской организации старого города, бывшего старого города, мы разделили их на две. По существу организовали две организации ветеранских, которые оригинально называли одну все же старый город, а вторую северная часть вот этого города. Надо сказать, что подобрали хороших председателей, активный совет, и ребята активно работают, очень даже хорошо. Ну и сейчас у нас двери нашей организации, она открыта для всех ветеранских организаций, которые появляются и будут появляться в Тихийском районе. Ну, самое главное, наверное, требование, это бескорыстная работа на благо ветерана Тихийского района. Ну и, естественно, чтобы члены этой организации все же были пенсионерами. За последнее время существенно увеличилась у нас и окрепла материально-техническая база нашей организации. Самое главное, что в первичных организациях, во всех первичных территориальных особеннох организациях, у нас есть помещения. Вот, благодаря активности и настойчивости председателей, вот, председатели Красавы, председатели Сарки, вот, Шаулу и Надежды Григорьевны, получены и частично отремонтированы помещения для первичных организаций. Надежда Григорьевна, наша Улова, она мобилизовала ветеранов, и они приняли самое непосредственное участие в ремонте этих помещений. У нас отремонтированы в течение пяти лет и поддерживаются в очень хорошем состоянии помещения второго, третьего, шестого, пятого, первого АМИ микрорайона, Цвилевское поселение, вот, в течение пяти лет получила самостоятельное новое поселение. Ну, я думаю, что председатель расскажет. Вы обратите внимание, вот у нас новый потолок в этом помещении. Помните, когда-то в ту пяти лет у нас, да, а мы на пять лет избирались, да, в ту пяти летку, мы сами ремонтировали это помещение, убирали здесь перегородки, там, да, вывозили мусор, вот, сами настелили полы, сами покрыли обои, вот, а вот теперь, значит, нам наша администрация оказалась, оказала огромную помощь, то есть они установили здесь сигнализацию, и вот смотрите, какие прекрасные потолки, светильники новые, да, уже приятно зайти. Весь период у нас в очень удобном помещении отработал Совет ветеранов первого микрорайона. Ну, босс, а ты смотри за мной, ладно, чтобы я не перебрал. Есть такое, да. В целом, вот такая цифра, да, мы с вами являемся пользователями помещений общей площадью 600 квадратных метров, это представляете, вот как дом культуры у нас, да, даже больше, наверное, да, вот, естественно, это накладывает на нас какие-то дополнительные разные всякие трудности, да, у нас горят лампочки, значит, там, у нас десятки туалетов, вот, замки выходят из строя, значит, там, ну, все, что угодно. Вот, ну, председатели молодцы, председатели пока, я не помню, да, почему пока так и будут в будущем, они справляются с этой задачей. Помещение у нас нормальное, все у нас работает. Вот совсем недавно мы с Любовью Александровной были приглашены на отчетно-выборную конференцию Баксинбургского района. Мы их тоже приглашали, но они чего-то не приехали. Вот, и вот из муки в уступлении, и мне понравилось уступление одного из председателей первичных организаций. Она дословно сказала, что у каждой первички должно быть свое гнездышко, когда с большим желанием было приятно прийти, провести досуг и обсудить, что еще хорошего сделать. Это вот ее дословные слова я просто описал. Абсолютно правильно сказано. Ну, очень хорошо, я уже повторюсь, что у большинства организаций у нас такие гнездышки есть. Ну, и нет пределов совершенствования. Нам предстоит еще усовершенствовать помещение в восьмом микрорайоне, да, ну, нет туалета там никак, и не в клинике, и никак общего языка у нас с отделом, с оксом администрации не найти, чтобы они разрешили нам там выкроить там помещение. Вот. Нам необходимо дать возможность, у нас организации старого города, вот эти вот две, они были у нас в районном доме культуры. В районном, да, районный дом культуры закрылся, да. На капремонт. Да. Никуда от этого не денешься. Скажите, пожалуйста, до какого времени он закрытся? Ну, пока прогнозы даже не строим в текущей экономической ситуации. Последняя дата, 25-й год, 49 миллионов, но это не весь ремонт, поэтому боюсь строить прогнозы. Любовь Санна все считает, она добавит на час минуты. Так. Сейчас это очень дорого. Нам необходимо сделать ремонт и расширить помещение, там уже никаких согласований не надо, все уже согласовано. В седьмом микрорайоне, так как мы сделали в пятом микрорайоне и в третьем, да, расширить помещение за счет. Ну, хорошо сделано. У нас даже проект есть на это помещение. Ну, конечно, вот, в плане содержания помещения, да, я бы, жалко, что у нас сегодня нет Александра Владимировича Лазаревича, что нет у нас Петрова Александра Владимировича, но у нас есть представитель администрации. Так вот, администрации, огромное спасибо, что она относится с пониманием, вот, к нашим пожеланиям. Ну, и должен сказать, ну, и самое главное, вот, я назвал 600 метров, вот, поверьте мне, нигде в области вот этих вот площадей нет, то есть мы отличаем, это не значит, что у нас можно чего-то забрать. Я не буду говорить. Нет, это нет. Но нет какого везде. И вот, посмотрите дальше, вот, мы, я говорю, что мы проводим большое количество мероприятий, да, вот, что такое мероприятие? Вот мы собрались с Советом, допустим, ветеранов того же восьмого микрорайона, да, это уже мероприятие, да, мы собрались, о чем-то поговорили, что-то наметили, что-то сделали, попили чайку, значит, да, вот, куда-то сходили потом, еще что-то. Это мероприятие, это тоже мероприятие. Это не значит, что мероприятие, это то, что вот мы собираемся, когда вот там по 200, по 300, по 400 человек, значит, да, вот ходим с палки, да, то большое мероприятие, да, а это тоже малое, которое внутри Совета мероприятие, да, и вот много ли предприятий, мероприятий таких мы проводим, как бы главный показатель эффективности. Вы как-то помните, на заседании одного из Советов, да, кто-то сказал, что мы мало работаем. Ну, кто-то из критичных. Ну, я вспомнил кто. Не буду говорить. Но она тоже молодец. Отчасти правильно сказала. Я говорю, что нет предела совершенствования. Она, то есть, было сказано, что вроде мы слабовато работаем. А мы потом посчитали, елки-палки. А мы меньше 300 мероприятий в месяц-то не проводим фактически. В месяц в год? А? В месяц? В месяц, ребята. В месяц. В год это тысячи. В год это тысячи, получается. Вот так вот. То есть, мы не собираемся вместе меньше, чем 300 раз в месяц будут у нас всевозможные разные мероприятия. Вот есть вот такой показатель. Давайте посчитаем, как будет. Я думаю, что получится гораздо больше. Значит, товарищи, работаем мы по годовому плану. Это понятно. Мы требуем планы немножко и от первичных организаций. Ну, жизнь вносит, конечно, свои коррективы. Мы вот так вот по-коммунистически, значит, да, вот по-пархийному, комсомольскому, не относимся к этим планам. Не требуем стопроцентного выполнения. Но задачи какие-то ближайшие, да, у нас в планах есть. Что мешало нам, да, в нашей плановой постоянной работе? Конечно, это, к сожалению, пандемия. Пришла она неожиданно, вот. Надолго задержалась, к сожалению, да. Ну, вроде бы сейчас ушла. Значит, по существующим правилам, да, мы не могли проводить максимальное количество вот этих вот тех мероприятий. И, конечно, если так вот скрупулезно посчитать, у нас где-то так получился, ну, маленький вот, маленький спад. Но незначительный, я думаю. Практически даже во время пандемии мы с вами работали, как работали, да, деятельность свою не прекращали. Вот. Конечно, за это время мы переболели практически все. Кто по разу, кто по два, кто еще побольше. Да. Были у нас и трагические случаи, вот, вот, самый, от этой пандемии. Вот. Совет ветеранов заболел как-то, я помню. Ну, вот этот самый, будем так говорить, аппарат Совета ветеранов. А все заболели сразу в один день. Вот. И сразу на месяц. Да. Любовь, с Анном и Долгом, да? Долго лечили Пикарева. Ну, слава Богу. Не дольше, чем у вас. Да. Ну, меня-то ладно, но ее очень не хватало, да? Да. Она только донуна смешала. Вот. Ну, по крайней мере. А вот теперь, значит, опять же, вот давайте еще разок вот к старому. Многие не поверили в эти 300 мероприятий, да? Вот я же вижу по лицам. Ну, конечно. Значит, ну, вот смотрите. Вот в год. Вот те предприятия, которые обязательно, и которые мы проводим вместе с администрацией, да? Вот. Ну, которых мы просим, чтобы они провели, помогли нам, да? Я не говорю о спорте, а там еще какие-то вещи. День снятия блокады, день прорыва блокады, день узников фашистских лагерей, 23 февраля, 8 марта, день Победы, да? Все работы предварительно связаны с бессмертным полком. День памяти и скорби 22 числа, да? День города, день флага России, день России, день пожилого человека, ну, простите, тут никуда не деться, да? Трагедия 14 октября, в этом году два раза мы провели мероприятие общерайонное связанное 14 октября, потому что там приехали вот эти вот ребята, которые называют себя как-либо, бессмертные, по-моему, да? Ну, хорошие ребята. День освобождения города Тихвина, да? Ну, естественно, Новый год. А ты Черновый год? Да, это вот я вот раз-таки дал, и все, а? Черновый год. Да, да, кстати. Черновый год. Да, Черновый, да. О, Черновый, это вообще отдельная писем. Ну, Виктор расскажет там, например, да, вот он сам. Что-то я и забыл про него, да? И сейчас вы теперь преломите все вот это вот на свою организацию, да? То есть участвуй в этом. А что еще вы делаете, да? Вот эти разные всякие вещи. Вот мы попросили еще Алечку рассказать о наших спортивных мероприятиях, да? Ну, это же вообще новосос. Это вообще очень много и сильно, я думаю, ну, мы абсолютно на правильном пути. Вот еще раз говорит о том, что структура все же, вот наши вот организации, да? Структура вот такая вот разноплановая. А да, и то, что мы собираемся один раз в неделю, председатель Совета ветеранов здесь, в этом зале, да? И то, что Советы ветеранов деревичных организаций собираются у нас тоже в этот же день по четвергам, как правило, с двух часов, да? Вообще-то вот великая идея. Еще раз хочу сказать, нет ни у кого ничего такого. Как-то разговаривали, значит, вот на последней встрече с ребятами из, прошу прощения, с ветеранами из Новой Ладоги, он говорит, а я, говорит, собираю Совет ветеранов раз в квартал. А председатели как-то собираются, ну, тоже раз в квартал, вместе, ну, ну, и что они делают тогда? Да? Да, наши соседи, не в домах про соседей, да, плохо говорить, да? Да. И вот даже вот это вот Спартакиад, это наше, да, вот как проводят Спартакиад, допустим, другие районы, вот мы называем это веселые старты. Это как бы красивое такое мероприятие, развлекательное, да, вот мы придем там, значит, да, вот этих вот, как раньше говорили, представили, в мешках попрыгаем там, да, ну, вот, покидаем мячик там, еще что-то, да, определяем победителя, всем хорошо, всем веселым, все нормально. Понимаете? Но это у нас итоговое мероприятие, просто так вот, да, чтобы вот так вот подвести черту, что ли, под Спартакиадой, да? А Спартакиада состоит у нас, смотрите, из соревнований по городкам, там, ну, перечислили все, там, шахматы, шашки, там, дартсы, да. В прошлом году мы даже в домино сыграли, да? Бег еще, да. Пока пандемии не было. И так далее, да. С Палками ходим? Да, да. А как мы с Палками походили? Я не помню, сколько человек вышло в этом году, но там, наверное, все. Да, вот. Вот, ну, нет такого. Ребята пришли, наши соседи, хоть те, хоть другие, да, один раз в год, да, значит, дали им этот самый дворец спорта их, прекрасный, кстати, да. Вот они там позанимались, позанимались, и все, и на год расстались. Ну, неправильно. Так, я бы вот еще хотел поднять такой вопрос. О информированности. Вы знаете, вот информированность, да, наши ветераны, это очень и очень важная черта. Вот, раньше это называлось гласностью. То есть без информированности и гласности нам не добиться вот того нужного охвата, который мы все время стремимся увеличить. Значит, вот спасибо Верочке Красновой, да, вот она у нас сотрудничала на протяжении всего периода с двумя газетами, куда она помещала интересные, самые интересные материалы о нашей с вами деятельности. Люди читают газету, да, смотрят, чем заниматься, чем должны заниматься. Мы являемся для них примером. Ну, и стараются делать то же самое. Потому и численность у нас вот этих вот людей, которые к нам приходят, на все время растет, растет и растет. Вот. Значит, девочки у нас организовали работу сайта. Ну, по-другому называется, как это? Группа, да? Ну, неважно, по крайней мере. И что дальше? Вот эта группа, то есть это вот информация получает дальнейшее развитие. У нас даже администрация берет некоторые материалы с нашего сайта, знаете, и помещает их на район. Более того, недавно бы отмечали 35-летие ветеранской организации областной. Приехали туда, и вот там вот такая уже заставка. Идут, значит, да. Господи, посмотрели. А там 80% наших фотографий. Представляете? Ну, что вы подсвечиваете на события. Да, да. То есть, Верочка. Ну, и сейчас очень хорошо, что вот первый. Это Олика, значит, да, стала публиковать самостоятельно. Сарка стала помещать вот эти вот свои материалы, да. Я вообще всех призываю, да. Кто умеет работать с этим идиотским, как его, смартфоном, да, который медикам не освоит толку, да, обязательно помещайте свои материалы о жизни первичной организации. Вот. Леонид Ильич тоже, вот, да, молодец. Тоже вот так наснимает где-то что-то с нашим участием. Да вот и сейчас наснимает. Я думаю, что мы сейчас что-то где-то у нас разместим. Скажем, на нашем сайте. Сколько там есть еще времени? Скорьтесь. А? Скорьтесь. Сейчас, сейчас. Прошло. Я говорю, что вот можно о каждой организации по часу говорить и всего не перечислить, всего не расскажешь, да. Ведь организация у нас, вот, виткопедия, своеобразная каждая, у каждого свой характер, там, у председателей все люди непростые. Как правило, не просто как правило, а все абсолютно с высшим, со специальным образованием. И самое-то главное, эти с огромным опытом работы, да. И они были далеко не последние, далеко не последние люди в то время, когда они занимались, ну, своей вот деятельностью, когда они были, да, на работе, на работе. Ну, смотрите, вот они, начальник цеха, там, мы ведущий специалист администрации, вот они, вот он, главный бухгалтер, Господи. Людочка у нас, слушайте, лесничий, да, в Архангельской области. Главный технолог, да, 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 главный технолог, Карлечка, да, вот. Ну, Господи, ну, по Славикам, вы видите, что, во что говорили, да, ну, наш полковник, Господи, да, охранял, да, да, небо над Тихимом, да. Раненько была у нас начальник БТЗ в цехе, я помню, елки-палки. Лучший был начальник БТЗ, самый жесткий и требовательный, да. Людочка у нас, Филева, была начальником комплекса Лобинского, крупнейшего, в Тихимском районе, одного из крупнейших областей. Вот, ну, непростые люди, понимаете, вот активные вот такие, поэтому люди так к нам тянутся. Вот, про Славика мы говорили, да, вот они же не просто так офицеры говорят, белая хвост, белая хвост, а вот где-то в начале выборной кампании пятилетки, да, помните, как они со своим сослуживцем, да, прокопали трошею 20-метровую, и на роднике, да, ну, родник у нас там засыпался, да, положили туда новую трубу, закопали, поставили кольца новые водосборника, да, и крышку. То есть, фактически, они сделали, восстановили родник, который работает до сих пор. Но потом, глядя на них, там, значит, ребят из Светвуда, да, вот, уже сделали вот это вот, лицевое вот это оформление, вот этого родника. Родник до сих пор работает. Вот. Вот это флата, флата. Значит, у нас есть организация, действуют, жители блокадного Ленинграда, Ниночка Ивановна Петрова, на протяжении всего последнего времени, лет 10, она возглавляла эту организацию. Надо сказать, хороший был учет, поддерживала связи со всеми вот этими самыми, да. Я думаю, что, вот они вот проводили, ну, мы вместе все проводили мероприятия на годовщину бомбежки, на вокзале. Ну, помните, да, эту историю трагическую, да. Вот. И митинги мы проводили раз в год прямо на территории, ну, перрона здесь, да. Ну, организовывали, значит, там, договорились, что есть дорога, что они могут на бутылку, там, то, че-то, че-то. Ну, вот эти вот поезда, которые ходят, они мешали, конечно, нам. Ну, по крайней мере, мероприятия мы проводили. И вот где-то, может быть, даже от нее возникла идея, ну, памятник же нужен, да. Какой-то вот тут событие-то такое мощное. Вот. И как-то так хорошо получилось. Ну, просто так, знаете, просто так и памятники не строятся. Надо, чтобы кто-то был заинтересован, кто-то оплатил это, вот все, понимаете, проект сделал и так далее, да. И вот просто буквально на следующий... А, мы привлекли еще сюда, как Максимов-то называется, вон, я забыл. Исторический... Исторический клуб Ленинградской области. Исторический клуб Ленинградской области, в принципе, мы его и организовали. Мы были одними из главных учредителей этого исторического клуба Ленинградской области. Там, значит, Москвин Геннадий Александрович был его председателем, да. Ну, и основное... Многие мероприятия от имени исторического клуба мы проводили здесь, в Тиховине. Помните, обоз, вот это первое мероприятие, связанное с обозом, да. Вот. Нашелся... Они нашли вот этого Грачу Исаковича, да, который вот сам просто взял вот так вот, да, и построил вот этот памятник. Более того, согласовал его, выполнил все необходимые согласования, потому что просто так-то... Ну, действительно, памятник получился очень даже удачным. Вот сейчас-то люди приходят, я смотрю, что там все время, там, вот, цветы, на все игрушки, вот эти вот, да. Ну, действительно, то событие, оно стоит такого памятника. Это практически знаковое место. И, естественно, к нам теперь стали более часто приезжать жители блокадного Ленинграда, да, и оказалось много тех людей, да, которые в детстве, в детстве, которые в детстве, когда их увозили, вот, по их поезда, успели проскочить мимо Тихвина, или остались там. Более того, на последней встрече я разговаривал с там, чуть не сказал девочкой, да, с блокадницей, да, вот. Она говорит, а вы знаете, я хорошо помню, да, когда началась бомбежка, она была в поезде, вот, мамочка была, да, вот ей было лет 7, она уже большая была. Вот, ну, раньше замуж выходил, значит, мамочки-то, наверное, было нисколько, ну, 27, наверное. И у нее маленький братик еще на руках у мамочки. И вот мамочка как-то вот каким-то чутьем вот этим материнским почувствовала это, да, они вышли с вокзала и пошли не против, да, чтобы не куда-то в сторону, да, вот, не вдоль железной дороги, да, потому что где-то, где-то, да, а пошли вот так вот, как это наискосок, вот так вот, да, это в сторону нашей пьяной деревни, это примерно вот так вот, да, вот и она увела их, ага, и мы оглядывались, там, бомбят, пожар, да, они говорят, бежим, 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 да. Да, сколько они километров шли, да, полагаю, что она оттащила где-то, может быть, до страча, может быть, дальше, вот, вот она осталась жива, вот, помню. То есть вот это вот, вот этот трагизм вот этой ситуации, да, наверное, вот мы, которые выражали детей, теперь у нас внуки, наверное, мы понимаем, то есть острее всех, вот, что это такое, вот, что, чего нельзя допустить, потому как в данном случае своя жизнь, да, когда уже ничего не стоит по сравнению с тем, если ты потеряешь кого-то близкого человека. Значит, ну, у нас активно работают маленькие, вот наши маленькие организации, опять же, вот, значит, комсомольцы у нас на протяжении всех пяти лет проводили два раза в год, субботник на памятнике на месте гибели Шумилова и Нерговского, да, спасибо, Нерговского, да. Значит, два раза мы за это время его красили, вот, ну, годовщине Победы, круглые даты, да, этот памятник все же удалось, да, молодцы администрации него поставили на учет, да, включили его в план, и он был отремонтирован уже не так, как мы, значит, да, как, ну, что с корички сделаем там, 6 метров высоко, а как, уже как положено. Ну, там все чисто, доменький чистенький. Ну, и тем не менее, значит, мы туда ездим, мероприятие там проводим, да, шашлычки, правда, не жарим, да, но так немножко чайку попьем, вот, ну, и прибираем. Ну, надо сказать, что вот мы там повесили щит, такой, ну, баннер небольшой, да, такой, так, метр на полметра, вот, где рассказали что-то такое, что это за место, да, было написано, да, так крупными-крупными шрифтами, такими шрифтом, вот, и действительно получилось так, что все же мусор туда возить, да, вот гадить, да, стали гораздо меньше, все же есть это самое, но на порядок меньше, да, мы-то хотели просто плакат написать, типа того, что вот мы тут такие-такие сякие, сволочи, да, так неправильно делаете, вот, ну, решили лучше вот так вот рассказать людям, и все, ну, действительно, где-то, если раньше мы по 20 мешков увозили на своих машинах, ну, сюда в город, на мусорку, да, то сейчас, ну, максимум один-два наберем, и это вот, действительно, вот, дисциплинируется, ну, и самое главное, что вот, действительно, ну, стоит обелиск, никто к нему не ходит, вот они останавливаются здесь наверху, да, а что-то такое там, ну, эти все времена, еще что-нибудь, а вот тут рассказали где-то что-то, ну, где-то у людей сразу вот такое уважение появляется, вот, я считаю, что вот прекрасная идея, да, это установка QR-кодов вот этих, да, правильно я называю, да? Да, правильно, да, вот, вот, молодцы все же администрации, да, вот это вот, я не знаю, где у нас возникла идея, но первый раз я ее услышал, когда мы занимались строительством памяти к чернобыльцам, да, когда, значит, наводишь вот этот смартфон, да, этот QR-код, да, и он тебе дает полную информацию, что это такое, зачем это здание, там, прочее, 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 да, фу. Ну, к сожалению, многие из нас не владеют этим, да, конечно, нужна более вот такая вот подробность, подробная информация, ну, я думаю, и с QR-кодов тоже очень хорошо, по крайней мере, ведь мы-то все знаем, вот, а молодежь, которая нифига не знает толком, да, вот, пусть она, она, зато она умеет пользоваться вот этими вещами, я думаю, что она обязательно прочитает, вот, это мы уже говорим о увековечении памяти наших героев, вот, опять должен сказать спасибо в свое время нашему полковнику, да, значит, они выпустили плакат в свое время, да, и который сейчас висит во всех школах, и у нас тоже там есть, и у него в кабинете есть, да, вот, там, где размещены герои Советского Союза, которые наши земляки, и те, которые, значит, получили звание героев за бои под Тихином, вот, значит, да, но там не было одного человека, того человека мы, в принципе, знали, да, и я его знал, я его видел, да, но я как-то не придал значения, как-то помню 9 мая, значит, да, стоит мужичок в шляпе такой, вроде без руки, и у него, значит, три ордена славы, ну, откуда у нас нет таких, да, ну, не забыл про это, может, приезжий какой-то, может, еще что-нибудь, оказалось, это наш Тихинский, да, он, значит, последние годы, мы уже январь первой группы, работал на мясокомбинате, он получил три ордена славы, а орден славы, он приравнивается к званию героя Советского Союза, вот, значит, мы установили ему в свое время, по-моему, в начале этого периода отчетного, да, памятную доску на доме, где он жив, 26-й пункт 5-го микрорайона, ну, провели торжественное открытие этой доски, да, вот, а администрация, значит, да, по нашей просьбе, будем так говорить, поместила его портрет, да, рядом, вот, с этими, вот, героями Советского Союза, действительно, он герой Советского Союза, он герой, он герой, он, может, даже больше, чем герой, он трижды подвиг себя, да, он весь изранен, но он руки нет, у него вообще живого места нет, он, наверное, год-два, наверное, только в госпиталях под них провел, работал председателем уколхоза, председателем Сельского Союза, сначала в пиани, а потом, что, о, вот, есть, да, сейчас, ага, мы с вами установили дощечку, ну, сейчас я, а, помните, вы мне минуты должны еще, а уже прошло 15, да, мы с вами установили табличку, да, на ухимзавода, да, вот к нам в Левской, помните, приезжал, хороший мужик такой, просто прекрасный, он наш, местный, значит, тихийский, да, вот 16-17-летние пацаны, они сами, комсомольцы, добровольно пошли в истребительные отряды здесь, в Тихине, да, ну, какие-то дежурства, по ночам дежурили, значит, ну, диверсантов, говорит, ловили, не ловили, но они дежурили, они ходили с оружием, они еще несовершеннолетние были, и всех, вот, их по списку, когда Тихина освободили, да, их буквально все, призвали в Красную армию, там уже, наверное, в то время особо на возраст-то не обращали внимания, вот, считайте, что они с декабря месяца, да, были все в Красной армии, нашей, да, в Красной, правильно, вот, и он, ну, ему повезло, он был сапером, видимо, сапером так меньше, и когда вот он начал разыскивать вот этих вот ребят с истребительного Бадарёна, да, их осталось там Петров Пётр Петрович, да, я их, как сейчас помню, там, значит, Степанов, вот этот 330-х, был представителем профсоюзного комитета, ну, еще человек 5, а их же было 400, представляете, то есть это люди 23-го, 24-го года рождения, да, даже не 22-го, которые, вот, они-то пацанами необычные, ну, вот и все, знаете, в этом большинстве подбили, ну, повесили бы табличку там, вот, оказывается, ну, там, ну, ребята с химзавода, наши ветераны, они ухаживают за памятниками, там, которые на территории химзавода находятся, а тут недавно подошли боксетогорцы, вот, ну, видят, что мы вот так вот занимаемся, будет, так говорить, памятниками, вот, он, говорят, слушайте, у нас, говорит, был памятник партизанам, где-то, да, вот, потом на этом месте что-то построили, его, значит, аккуратно сняли, куда-то положили, и куда его деть, значит, боксетогорцы крайне партизанские, у них формировался, конечно, отряд, но они, они где-то здесь были, в Тихине, скорее всего, их сюда поставили, где-то, может быть, они в районе Острачи остались, вот, как бы так, чтобы где-то его на территории, на линии вот этой обороны, на фактической линии обороны, где уже, будем условно, начиналось партизанское движение у нас в Тихине, да, вот где бы вот его поставили, ну, я думаю, что, ну да, ну там уже есть, видишь, ну там не партизатор, регулярная армия, вот, ну мы, я думаю, что мы подумаем, да, опыт установки памяти, да, Виктор Анатольевич, а Виктор Анатольевич, есть опыт большой, да, ну сейчас ты расскажешь, товарищи, я остановился на маленьких организациях, то есть маленькие организации делают большое дело, тогда что у нас делают организации, которые большие, будем так говорить, гиганты, вот, Раиса Ильинична, родная наша, да, вот, старейший председатель, да, я имею в виду, как председатель, она молодая, задорная, она вообще молодец, да, у нее полторы тысячи, вот, их самых, пенсионеров, она знает, сколько у нее блокадников, сколько гузников и сколько прочих, детей войны там и так далее, так далее, все она знает, все у нее наперечем, и всех она поздравляет, и со всеми общается, и самое-то главное, все-все-все-все, все ее ветераны, все знают, а это все же, я говорю, что полторы тысячи, это то же самое, в других организациях поменьше народа, но меньше народа у Валеньки, у Мартыновой, да, меньше, да, меньше микрорайон, да, но работы-то все равно столько же, работы очень много, да, у нас большая организация в четвертом микрорайоне, вот, что большая, да, вот, наверное, уже лет 20 возглавляешь ее, да, Анечка, в четвертом микрорайоне, да, она все говорит, уйду, 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 а мы не постоим, не хотим, не постоим, да, вот, у нее, она сделала прекрасное помещение себе, сама, без нашего участия, вот, они его сами ремонтируют, сами там стеллажи собирают, все сами делают, и собираются постоянно, они там, да, отмечают все, и мероприятия, и основная тяжесть организации всех спортивных мероприятий в общей районе, да, вот она вот на Альичке бежит, да, то есть она фактически справляется и с тем, и с другим, вот. Все, ребята, вот, называть всех, называть всех, ну, это просто невозможно. Вот, я вам скажу про пятый микрорайон, вот у пятого микрорайона, я говорю, что все работают хорошо, но вот у пятого микрорайона есть особенность, да, вот у них вот учет, учет, да, и распределение по домам, да, чтобы дойти до каждого, да, у них просто на высшем уровне. Ну, и актив вот такой, ну, как вот, нарочно, вот они вот такие умненькие все собрались, такие вот шустренькие, такие активные, прям, да, Леточка, вот. И прийти к ним на мероприятие просто, вот, одно удовольствие. И они первые, они первые добились вот реконструкции вот этого самого помещения своего, да, вот. Хорошо, вот теперь они, они все время говорили, что они в маленьком помещении собираются, ну, сколько, ну, 10, ну, 15, там половина в коридоре стояла, да, а сейчас побольше, они могут уже 25 и 30 собрать, да, и действительно собирают 30 там, вот, товарищи. Во-первых, огромное всем спасибо. Спасибо председателю, всему активу. Действительно, вот, я размахнулся, хотелось сказать очень много, но я не сказал, наверное, даже половину. Ну, вы видите, что делается, да. Может быть, я потом как-нибудь скажу, как-нибудь прочитаю. Сейчас? Да, уже. А чего же это стало, да? Нет, ну, мы же докладываем. Ага. Все равно. Я хочу вам сказать огромное спасибо, да, и вот старейшим, да, нашим, вот, вот они, видите, какие у нас, да, заслуженные, эти почетные ветераны областной организации Ленинградской области. У меня предложили следующее, да. Я думаю, что мы просто обязаны по этому принципу сделать почетных членов Совета ветеранов Тихвинского района. Это просто обязательно. Вот от нас люди уходят, там, по здоровью уезжают еще, когда 20 лет отработал, да, а у него даже ни ордена, ни медальки нет, ни званий какого-то, да. Так вот пусть он будет почетным ветераном, мы ему даем право, значит, да, ну, при получении этого звания, конечно, мы что-нибудь выкроем из своего скотного бюджета, да, а вот если он захочет, он в любое время, в любое время с правом решающего голоса, пусть посещает нашу ветеранскую организацию. Правильно, я думаю, да. Так что, просто так, от нас никто не уйдет. Еще раз прошу прощения, что я не всех вспомнил, вот, да, но я должен сказать, где я взял, вот вы, вы, настоящие лидеры, вот лидерство, я об этом говорил уже, что впиталось, наверное, в нас, во всех с молоком матери. Наши вот личные качества и наша работа, не как в современном мире, она не направлена на какое-то личное обогащение, получение каких-то там дополнительных преференций. выгод не направлено, а вот даже наоборот, мы несем какие-то свои затраты, трудовые, там, эмоциональные, там, еще какие-то там затраты, да, бывает и материальные тоже, да, вот. Но мы лидеры, я думаю, что мы лидеры в очень главном деле, в деле заботы о людях. Спасибо. Уважаемые делегаты, предлагаю сразу заслушать отчет ревизионной комиссии, а потом в прениях уже и обсудить и то, и другое. Слово предоставляется по новой Людмиле Михайловне. Предыдущий оратор очень много времени потратил, поэтому разрешите мне быть очень краткой. Отчет контрольной ревизионной комиссии проведен за пять лет. За это время нам предоставлены были все документы, все ведомости, чеки, и я хочу сказать, что первички все правильно, все отчитывались, и бухгалтерия тоже очень все это правильно сделала, и в ходе проверки все поступившие средства и все израсходованные сошлись копеечка в копеечку. Приходилось, конечно, корректировать смету, потому что на какие-то мероприятия больше денег уходило, какие-то мероприятия меньше, но в целом все было использовано по назначению. И также были за пять лет различные замечания, там было по введению вот этих вот бухгалтерий, что там по чекам потом. Это все были учтены во время работы, и уже вот, например, за 21 год вообще ни одного замечания. Хочу также сказать, что очень хорошо поработала эта комиссия по списанию, то есть тоже все это было, поэтому проверять было очень легко, и все отработали отлично. И я хочу сказать, что вот работу в бухгалтерии считать просто удовлетворительной. Молодец, советую. Да, да, ну я говорю, я не могу. Спасибо, выучила меня. Товарищи, мы должны принять к сведению, да, по протоколу, да, информацию о ревизионной комиссии. Кто за то, чтобы принять к сведению, да, прошу голосовать. Все, спасибо. Спасибо. Так, приняли. Товарищи, что, переходим к премию тогда, да? Да, значит, тогда давайте так, я предоставлю слово Людмиле Федоровне, да? Не хочешь? Ну скажи чего-нибудь, давай, 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 давай. Давай. Значит, Людмила Федоровна, председатель у нас Целевского поселения. Вот вы знаете, что я ни слова не сказал о ветеранском подворье. А ветеранское подворье, да, это проект Единой России, и занимается им одностое правительство. Так вот, Людочка у нас, да, и Надя Шаволова, ну, скромная, да? Вот они одни из самых активных участников организации вот этого подворья. И у себя в организации, и вот областных мероприятий. Так, давай. Давай. Ну, что и на пути могу сказать, что... А можно сюда. Давай, вот так, вот так. А то мы вот так. Вот здесь, видите, вы держите. Быстрее, быстрее. Я вообще-то не очень люблю распространяться, но ладно, расскажу. Ну что, наша организация, вот, например, я возглавляю уже без малого 20 лет. Без... ну, там, скоро уже будет 20 лет. Ну, за эти годы организация, конечно... Ну, я не скажу, что мы плохо работаем, и не скажу, что уж так очень отменно. Но работаем хорошо. У меня вот сейчас у нас в Северском поселении очень хороший коллектив. Мы выступаем везде. Участвуем во всех мероприятиях, во всех. Устраиваем выставки. И так же, как и везде. Ну, в Совете ветеранов много нареканий. Большое нарекание, конечно, у нас финансирование. Финансирование, вот, ну, все говорят. Вот вы сидите, вот все городские, конечно, рядом все. У меня 400 человек в Совете. Пенсионеров вообще в Совете. 400 человек. В организации, да. 400 человек. Но дело не в том, что их 400, а их не много и не мало. А дело в том, что у нас протяженность. Вот возьмите деревню Бесовку и деревню Рубуев. И будьте любезны. Вот я бы сейчас вас с удовольствием куда-нибудь съездила. Посмотрела. Машины в администрации нет. Шофера в администрации нет. Приду, свезите меня куда-нибудь. На чем и на ком. Я правду говорю. Я никогда ничего не удерживаю. Я думаю, что есть. Это правда. Совет работает очень хорошо. Мы во всем. Собирай гуманитарную помощь, пожалуйста. Но нам никто не толкнул, что надо собрать эту помощь. Никто. Спасибо. Первый раз вот сказал Владимир Георгиевич, что собирают гуманитарную помощь. Сейчас вот опять надо. Но откуда-то бы что-нибудь бы хоть прислали нам, что собирать, как собирать. Никто. Как вот никто. Ни свой глава администрации. Никто. Мы сами по себе вот соберемся. Решим. Будем собирать. Будем. Вот у меня сидит очень старейший, значит, в этом совете ветеранов. Николай Сергеевич. Он не даст сказать, что я вру. Все так и есть. Собрались, сделали. Много нареканий. Теперь. Ну, так. Работаем. Мы всем помогаем старикам. Так же, как вот тут сказал Владимир Георгиевич Пятом Миргония. У нас территории разграничены очень давно. У нас каждый отвечает. Вот в поселке отвечает за свои дома. У каждого. За каждым закреплены свои дома. За каждым руководителем. Членом совета. За территорию, которая в поселках отвечает. Вот, например, я, Николай Сергеевич. И в другой стороне другой. Так что у нас все. Все так, как и должно быть. Хвастать. Я не люблю хвастать. Но работает. Совет работает, конечно, очень хорошо. Но я прошу помощи. В этом году, конечно, мы совместно работаем хорошо с нашим Домом культуры. Мы все время все вместе. Все хорошо у нас. В этом году, конечно, очень большая обида. Я поняла. И мы все в этом согласны, что война. Ладно. Такие пусть не война, но военные действия. Но в этом году очень большая обида за то, что отменили День пожилого человека. Мы хотели собрать просто... Вот вы не понимаете сельских людей. Вот кто живет в сельской местности, могут понять. Люди собираются для того, чтобы пообщаться. Пообщаться, поговорить. Тем более пожилые люди. Они общаются вот раз в год. На совете ведь в этом... На Дне пожилого человека. В этом году все собрались. Уже бабульки все готовы. Федоровна, какие пироги печь? Федоровна, чего надо? Потом иду на следующий день. Чуть ли что не в лицо плюют. Как вы могли отменить вот этот праздник? Почему? Не я. Не я. У нас был. У всех были. Цвилевское поселение. Нет. Вот Николай Розвитий. А? Нет, нет, нет. Отменили администрацию. Кто отменил? Кто отменил? Отвечил вопрос. Вы отмечали? Нет. Все отмечали. Я почему? Вот Боря сказала. На следующий день прошли дни. Слушаю. Мелегежа отмечала. Боря отмечал. То, другое отмечала. Смелевское поселение. Накрест запретили. Сказали, только попробуйте всех. Выгоним, всех уволим. Правда. Не было, Сергей. Все что там было? Там была глава администрации. Он сказал, нет. Не все. И мы, и нам, и бабульки, я вот. А чего вы смеетесь? Это не смешно. Это не такой смех. Я говорю, это правда. Это не смех. Кто отмечал? Пожалуйста, давайте. Так, дайте оценку работе советов. Нет, подожди. Еще не надо. Время больше. Побольше внимания надо работникам сельского поселения. Первичным организациям сельского поселения. Мы сделаем, что скажете. Вот, например, в Чувелевском поселении такое советство. У нас вот что скажем, то и сделаем. Соберемся, решили, постановили. Раз, раз, раз. Все сделали. И партизан у нас. У нас... Вот она там. Не заезжай в саду. А это не наша. Это администрация. Это ее памятник. А там уехи. У нас, вот я еще хотела сказать. Вот в этом году решили у нас партизанка Владимир Григорьевич. Вы знаете, памятник в Бесовке у нас есть. Да, да, да. Девушки-партизанки есть. Значит, в 43-м году она работала на сплаве. Знаете, в деревне в Бесовке памятник. Ну, памятник какой? Вот стоит штучка и звездочка. И памятник поставлен тем, кто тут погиб. И кто были друзья. Женщина там погибла, одна девушка молодая. Ей поставили свои сослуживцы памятник. В этом году надумали, просила я, вот сюда ходила, просила, что замените памятник. В этом году приехали летом. Смерили. Все заглохло. До свидания. Опять ничего. Будет этот свик какой-нибудь? Будет обязательно. Будет? Нет, помощь не отдадает. Ну, все. Так, Людочка, оценку работы Совета районного. Районного? Ну, а чего районного? Я сказала, побольше внимания. Районный Совет работает. Больше, чтобы покручивать, да? Не хочет сказать, что он у Леонидовича, да? Какую оценку? А у Леонидовича? Да работайте с Богом и работайте. Молодец, спасибо. Как хотите работать, так и работайте. Спасибо. Молодец. Филиппова, Алисина. На доклад, на доклад. Поднимайся. Да, да, да. Тебе слово, да. В этом году у нас завершилась 13-я спотокеада. 12-й. За истекший период, за этот год мы провели только 4 спотокеада, потому что 10-я юбилейная спотокеада совпала с ответами по пандемии. И нам удалось провести только соревнования по шашкам в этот год. Но соревнования мы как команды не все выставили. Поэтому получилось как соревнования на личное первенство. За 4 года призерами нашей спотокеады были 7-й, 1-й, 3-й, 4-й и 5-й микрорайоны. Значит, 1-й и 5-й микрорайоны, это у нас интеллектуалы. Они в основном свои победные очки зарабатывают за счет соревнований на шахматах, на шашках. Им приносят вот эти ребята победные очки. Они же нам поставляют и шахшистов, и шахматистов в высшую лигу. Высшая лига у нас уже по шахматам и шахматам играет 4-й год. В этом году эти команды и 1-й и 5-й микрорайоны показали хорошие результаты, также в веселых стартах. 1-й микрорайон занял 2-е место, и 5-й микрорайон заняли 3-е место в веселых стартах. 3-й микрорайон в основном свои победные баллы зарабатывали за счет шашистов. И у них были победы. У нас еще 7-я и 8-я споты-пиады были соревнования по теннису, и они были всегда победителями по теннису. 4-й микрорайон за эти 4 споты-пиады практически во всех видах, кроме шашек, завоевывал призовые места. И в течение 3-х лет они у нас были самые сильные и ловкие на веселых стартах. Всегда у них было первое место. Значит, 1-й микрорайон, а 1-й микрорайон в этом году на 12-й споты-пиаде они упустили свою возможность выйти в призеры, потому что они выставили команду по шашкам. А вообще у них команда сильная, они соревновали в этом году хорошую команду по городкам, они очень долго соревновались. По скандинавской ходьбе у нас в этом году участвовало более 200 человек в скандинавской ходьбе, и 45 человек из них, это была команда 1-го микрорайона. То есть у них было самое большое количество, они получили первое место. Много на скандинавской ходьбе было еще и в 1-м микрорайоне, и в 4-м микрорайоне, где-то более 30 человек. Ведь 2-й, 6-й и 8-й микрорайоны, вот за эти 2 года у них возникли какие-то трудности небольшие с формированием команд. Но, наверное, все-таки на этом сказалась и пандемия. На 11-ю спартакеаду 8-й микрорайон не выставил свою команду по шашкам, в 6-й микрорайон не выставил команду по шахматам в этом году. Не удалось собрать полную команду 2-му микрорайону по городкам. В итоге они могли бы занять призовое место, но из-за того, что команда была неполная, очки не вышли через этой команде. Но сюрпризом, ну, видимо, неожиданным для нас и приятным для 2-го микрорайона, первый раз за все время спартакеада они получили первое место по шахматам. Так что как дальше держать войну? Старый город у нас практически во всех спартакеадах занимал 12-е почетное место. И вот уже 2 года они создали более сильную команду. С 12-го места в 12-й спартакеаде они поднялись на 7-е место. Молодцы. И они заняли почетное место в 4-е в веселых стартах. Конечно, молодцы. Северные, эта команда Северного присоединилась к спортивным мероприятиям второй год. Если на 11-й спартакеаде они участвовали только в одном виде спорта, то в этом году они не участвовали только в шашках и шахматах, не могли набрать команду. Но я думаю, что в следующей спартакеаде они этот вопрос решат. Активно участвовали у нас во всех мероприятиях наши поселковые команды. Это команды Красавы и Садки, хотя они все-таки находятся на таком удаленном расстоянии. Команда Садки умудряется у нас еще даже выступить по некоторым видам спорта в сельской спартакеаде. В этом году они участвовали в соревнованиях, организованных по городкам в честь Дня города. В соревнованиях в честь Дня города участвовала команда 4-го микроорганогородушников, и они заняли второе место. На протяжении нескольких спартакеад у нас участвовали в соревнованиях поселок Березовик. Но, однако, вот уже в течение последних пяти лет они не принимали участие. Это у нас задача, как бы нужно тоже привлечь. Да, я вот еще забыла сказать про команду седьмого микрооргана. Она у нас была всегда очень сильная. Восьмой спартакеаде они занимали первое место, но, к сожалению, в 12-й спартакеаде у них только шестое место, поэтому нужно как-то подтянуться седьмому микроорганому. Всегда была очень сильная команда, и соперники всегда боялись этой командой. В общем, вот я прикинула итоги спартакеады за пять лет, и получилось, что по количеству баллов на первом месте четвертый микроорган, на втором месте третий микроорган, на третьем пятый, четвертый, седьмой, и пятый первый микроорган. В общем-то, независимо от того, какое место занимают команды, все мы молодцы. Хочу сказать большое спасибо и председателям, и капитанам команд, потому что знаю, сколько сил они тратят при подготовке к каждому виду соревнований. Но самая главная задача у нас привлечь как можно большее количество спортсменов в участии в нашей спартакеаде. Поэтому всем желаю успеха в этом вопросе. Еще мне бы хотелось остановиться на проблемах, которые мы не решили. Проблемы это... Вот были у нас соревнования по теннису, но мы исключили вот уже четыре года, потому что у нас нет возможности тренироваться. Тренера. Нет места для тренировок. Пытались сначала мы решить этот вопрос. Но, наверное, эти два года пандемии немножечко наши усилия снизились по этому вопросу. И для того... Ну, а есть команды, которые желают играть в теннис и желают участвовать, чтобы соревнования по теннису тоже были. Поэтому решить вопрос по обещанию тренировок надо. Были претензии... Значит, мы это надеялись, когда у нас появится новый ФОК, у нас там будет возможность и в теннис поиграть, и потренироваться командам. Обычно команда у нас после летних работ в октябре-ноябре месяце уже собирается. Мы получаем положение по веселым стартам, и все хотят потренироваться. Если вот с первого по шестой микроорион команды все-таки как-то решали вопросы со школой, и школа предоставляла нам спортзал для тренировок, то и старый город, северный, и седьмой, и восьмой микроорионы со школами они не могли договориться. И то, что нам дали на подготовке к соревнованиям всего на два дня помещение дымок, там по 45 минут каждой команде, конечно, это нас не устраивает. Поэтому вопрос с тренировками тоже как-то решить. Герои этот вопрос решили. Прошу. И теперь по городкам. По городкам. Все больше наших пенсионеров изъявляет желание играть в городки. Но у нас имеется всего одна площадка для тренировок. Два дня выделяется для пенсионеров. Понедельник и четверг. Но там приходят и участники секции. В общем, от этой площадки одной не хватает для тренировок. Секция городочников, там у нас сильная секция, они уже неоднократно выступали на областных соревнованиях, привозили к утке. И нам, ну, они просили, обращаясь к руководству стадиона, чтобы была организована вторая площадка. Ну, вот этот вопрос... Можно я дословно спросить? Дело в том, что мы действительно, я как представитель вот этой вот части активных городочников города Тихвино, выезжают. И у нас есть кандидат в мастера спорта, у нас есть мастер спорта по городкам. Но тогда, когда совпадают тренировки вместе с людьми, которые хотят потренироваться, то совершенно места нет. И то, что творится на этом... Мы уже писали, обращались к руководству, к директору, о том, чтобы там в аварийном состоянии построены новые площадки. То есть нарушение, ну, ладно, этих технологий, это уже нам отписали, что будут принимать меры. Но действительно не хватает площадки. Почему такая сложность? Лежит металл. Металл лежит на территории стадиона. И можно сделать хотя бы не на целый кон, а на полу кона площадку положить, металл организовать там. Можно. Кто сядет? Вы или я? А? Сядет? Вопрос сертификации. Ну, давайте я... И так далее. Нет, каким-то образом можно, чтобы пока металл не ушел. Нельзя. Только проект, только лицензированное оборудование, только компетентная организация, которая находится в реестре строительных организаций Российской Федерации. Сейчас со спортообъектами очень сложно. С графиком я вопрос постараюсь решить. Я услышала вас. Я аварийное состояние услышала. Взяла эти вопросы. А, с металлом можно? С металлом нет. Сейчас мы так не строим. Забудьте о самострое. Особенно в спорте. Это тюрьма. Никто на это не пойдет. Ни один глава не подпишет. И еще у нас в соединования городках, как правило, приходится... Второй год мы подождемся. Какой-то навес. За погоду-то организуйте. Не встанно. Это кладыки. Это вагончик. У них тоже. Подай бог вагончиком нельзя назвать. Это вагончик. Он даже приходит. Но не всегда мы заявку написали. Что-то поменялось. Один заболел, другой. На коленках пишем заявку, потому что у них даже нет такой возможности. Спасибо, Аллечка. Работы заняла. Хорошая, хорошая. Молодец. Спасибо. Спасибо вам большое. Я еще раз хочу сказать. Если по-нормальному, это лучший спорторганизатор Ленинградской области, ветеранских организаций. Вот ей-богу. Но самое-то главное все же, пожалуй, одно из самых главных, то, что нас спорткомитет помнимает. Да, Аллечка? Ты забыла про них сказать? Что они нам помогают, что почтарева все время с нами. Да, вот она вот. И Аллечка приходит, общий язык с ними нашла сразу. Одно, и все остальное. Я знаю, все мы устали. Все нормально, все нормально. Молодцы, девчонки там. И мальчик уже. Мальчик молодец. Мы с удовольствием работали в этом два года подряд. Холубок Сергей. Он нам всегда показывал. Спасибо. Ему большое спасибо. Вы знаете, я забыл, у нас раньше была такая традиция, когда мы собираемся, то мы представляем новых членов, которые избраны на тот и другой пост. И вот я бы хотел представить всем делегатам. Алексею Ольгу Ипполитовну, да, председателя телевизорной организации первого микрорайона. По бушилочкам. Под ними, под это. Станьте, пожалуйста. Да я, меня все ждали. Лена Беляева здесь, я не вижу. Восьмом микрорайоне, Леночка, вот она, да, ага, ага. Лена Беляева, да. Прошу прощения, Елена Васильевна. Значит, избрана председателем восьмого микрорайона. Значит, сегодня отсутствует Дикого Валентина Владимировна, да, новый председатель Березовника. Да, то есть там новый председатель, новая организация, ребята активно взялись, все, помощь собрали солдатам, все нормально, да. Так, Рженкова Александра Яковлевна, вот она, значит, она исполняет обязанности председателя Красавы. Да, молодец, да. Да, организовала выполнение всех мероприятий уже, да. Так, Нина Ивановна Шарова, Нина, да, Нина Ивановна, да, она председатель Борского поселения, ветеранской организации. Да, запомнили, да? Так, Людмила Ивановна Рубина, да, она сейчас на приеме, это самое, хотел хоть подойдет, это в Горьково у нас новый председатель. Ну и от Шубойзера у нас присутствует Лобзурнова Татьяна Алексеевна, я так понял? Татьяна Алексеевна, ага. Ага, ну да, все время работала. Председатель, я секретарь. Да, да, не председатель, но она исполняет обязанности. По крайней мере, я тебе скажу, что... Да, у нас есть секретарь, потому что у нас есть финансирование. Вот если можно, две минутки или три, как бы против выступления, свелено. Вот много я услышала, что нет, как я поняла, нет контакта с администрацией, да, какие-то там вопросы не решать. Да нет, нормально. Все вопросы упираются в финансирование. У нас в Шубозеле с этим вопросом все хорошо, так как у нас депутат законодательного собрания, Мустотин Николай Иванович. Мы составляем смету, как бухгалтера, вот почему я секретарь, я бухгалтер, и нам, мы также туда отчитываемся, все. Значит, у нас очень хорошо тоже организована работа, у нас будет отчетно-выборное собрание в январе, мы надеемся, что Владимир Георгиевич приедет, и я бы хотела, чтобы вы с собой взяли цвелок к нам в гости. Вот, и мы все подробно, мы все подробно расскажем. Вот насчет того, что территория, у нас тоже территория очень большая, много деревень. За всеми членами Совета ветеранов у нас закреплены все-все деревни. Значит, благодаря финансированию мы организовывали, ну, конечно, и Владимиру Георгиевичу, и району, нам давали транспорт, мы за это время, а когда у нас стал Пустотин депутатом, мы организовали поездки в Кронштадт на 38 человек, в Великий Новгород 38 человек, 38 человек, Ладейное поле, Тервеничи, Тервеничи, значит, потом Павлов, Пустотин депутатом. То есть, понимаете, нет, это то, что, это по Пустотину все закончило. Мы посещаем одиноко проживающих граждан, мы организуем праздник День пожилого человека. То же самое, что делают в городе. Мы также делаем план работы, сюда предоставляем, значит, и все-все, все вот эти значимые мероприятия, все. Но дело все в том, что, конечно, все управляется в день. Если есть деньги, то есть деньги. Но и транспорт. У нас администрация никогда нам не отказывает в транспорте. Надо в Заричи ехать, мы едем в Заричи, договариваемся. Надо, мы даже пашозер берем с собой на экскурсии, потому что у нас один депутат как бы пашозера и это. Всем спасибо, что нас представили. Приезжайте к нам в гости. Да. 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 У нас тоже население, вот по переписи, где-то 2,5 тысячи народу. Ветеранов у нас очень много. Мы поздравляем, начиная с женщин с 60 лет, мужчин с 65, ну и 75 и далее. Мы еще к открытке красивой, к юбилейной, кроме того, что нам дают здесь открытки. Мы покупаем подарочек, небольшой, или тортик, или конфетки. Но это оценка, конечно, положительная. Мы в контакте, мы надоедаем Владимиру Георгиевичу, конечно, но я считаю, что нам помощь от вас хорошая. Потому что, если вы нам не помогали, в этом году, да, в связи с финансированием, мы обратились, написали письмо официально на имя районного совета ветеранов, чтобы так как очень дорого, так как дорого организовывать поездки отдельно для нашего поселения, мы просим, официально, при всех говорю, мы просим, берите нас с собой, хотя бы по 5-6 человек во все ваши мероприятия, потому что отдельно это тяжело. У вас есть концерты, выставки, мы этого лишены, мы тоже хотим поучаствовать, так как мы в составе района. Уж извините, но хотим к вам как-то присоединиться. Надеюсь, пожалуйста, в этих веках и их вам ответим газом. Пожалуйста, реклама. Спасибо. Спасибо. И вам все хорошо. Производитель Ильинична, пожалуйста. Твоя очередь. Да. Ну что, вы, что все время скорее хорошо. Ну, то, что и хотела сказать, отложу в сторону, потому что очень хорошо и чтоб не управлять людей, потому что очень хорошо Елена Юрьевна выступила, и Владимир Георгиевич, какие мы хорошие, пушистые, мы поняли про себя. Повторяться не будем. Единственное, скажу, да, первый микрорайон на декабрь месяц 1709 человек числится в организации. А актив у нас был все время 7-8 человек. было 1500, сейчас немного выросло, но 7-8 человек. 38 домов, и все эти дома распределены на эти 7-8 человек. В этом году удалось привлечь, мы достигли 12 человек у нас теперь, активистов, которые несут ответственность. ну, я думаю, что-то поправим. Работаем согласно графику, все это, по всем этим, как говорится, что бы мы ни участвовали, везде участвуем, все по плану. У нас и в спорте, и во всех, у нас и девиз-то один, один за всех, все за одного. И в спорте, и в работе. Делаем мы все пучкой. Ну, помогают нам, конечно, и эти, остальные просто ветераны, но так как очень старый, 90-летних много. Выходится, единственное, вот почему-то вопрос в этом году столкнулись, если мы отслеживаем 90-летних, я отслеживаю, звоню в администрацию, один есть, двух нету. А здесь, кто подает администрацию, вот это вопрос. У нас есть мы их, а как же, а нам никто не дает ведь списков, нам списков никто не дает. Мы все, давай, пятиэтажки, кто ползать приходится по этим обшарканным, этим людям тяжело, а у нас уже возраст тоже, у активистов-то возраст, ну, ничего, держимся, нормально все. Единственный вопрос, чтобы нам ну, как-то контачить. Ведь вот 90 лет, да, поздравляют депутаты, четко, ясно, у меня Тиханович, Пагольский и Иванова. Иванова, Елена Ивановна, следит там, списки там, спрашивают, они от школы поздравляют, все. Пагольский, спасибо ему, низкий поклон, он вообще, все оборудовано, мебель, Совет ветеранов, это Пагольский. Тиханович, он помогает, что скажешь, в это, и также с депутатом, в эти, они поздравляют. Но, как эти 85 и 80, у нас средств нет, нам не уделяется, так как бюджет у нас, у районного совета ветеранов, маленький. Раньше карта выделялась, на квартал, там, копеечки, ну, все-таки хоть шоколадку можно. Сейчас мы ходим только с открыткой, извините, мы общественная организация, территория на пенсию, я покупать не смогу, совпотребляю, потому что, от них, тружеников тыла, и то 30 человек еще, было 70, теперь 30. Узников 5 человек, блокадников 5 человек, а когда, участников войны 2 человека, а когда я в 10-м году, было 44 человека, и только участников войны, со всеми мы работали. Это все нормально. И самое главное, что-то сказала, что-то не сказала, мы в производственном, тут решаем вопросы, сколько вопросов я обращаюсь, что не могу ответить, ветеранам к Владимиру Георгиевичу, на телефон сюда прихожу, стараемся решить, он подключает там чего-то, пропускает даже ветеранов, этих, ой, этих детей войны, было много, что-то в этом году пропущено, люди обращались, Владимир Георгиевич помог, нашел телефон, ну, Питера, и я людям говорила, правда, туда звонишь, они проверяют списки, да, там, и люди получают, но месяцем позже, и двумя месяцами позже, но вопрос решался. А сейчас главный вопрос, встал, конечно, людям приходится, вот, одиноких выявляем, одинокопроживающих, их у нас много, и активисты, конечно, кому-то лекарства принести, кому-то в магазин, кому-то что-то, кому-то даже дать номер телефона, куда надо позвонить, какие у них вопросы, ведь 1700 человек, эти люди загружены, вот так вот, но самый главный вопрос сейчас стало, лекарства, льготные, их обеспечение, и выписка лекарств, я сама льготница, от диабета получаю, это же соцработники, а? У меня нету соцработников, это кто на соцработках, кто ходит сам, я сама, я не соцработник, я сама работаю, соцработник, соцработник, вот, придешь, раньше было на 2 месяца, выписывали, 9.003, 20 минут ждешь, ну ладно, бог с ним, что-то выпишут, через 2 недели пойдешь, получишь, сейчас все меняется, все быстро меняется, сама пошла выписывать, вот таблетки, пришла, мне звонят, я не верю, но сама, даже коснулась, говорю, так как есть, пришла мне и говорят, выписывать, раньше было придешь, 30-й кабинет, там выпишут, но пошут еще в кабинет, еще в кабинет, 2,5 часа, это капитально, засекала, вот, а тут пришла и говорят, с 8 утра, до 10, 8 талонов только, первый раз пришла, 12 талонов было, в 6 утра человек пришел, я пришла в 7, я была 7, а тут 8, говорю, во сколько же мне идти, очередь занимать на ресепшн, чтобы мне выписать, или идите к терапевту, я говорю, а к терапевту за 2 недели талон надо, далее 1, 2, не перебивайте, я и так садилась, далее 1, 2, 3, еще в 7-й, в 1 кабинет посидела, в 2-й посидела, в 3-й посидела, пришла в 3-й, лекарства нет, нет лекарства, и все вот обращаются, я бы сказала, так это, в 3-й, в 3-й, пусть проверят, как, что и откуда, а так, как говорится, хочется всем пожелать дальнейшей хорошей работы, у нас коллективы все дружные, и всех поздравить с наступающим Новым годом, а самое главное пожелать мира и здоровья, мир всем вам. Спасибо. Товарищи, сейчас подоставим слово Григорию Павловичу, сейчас я разойдусь, разобежусь, это председатель нашей первичной организации, малолетних узников фашистских лагерей. Вот считаю, Григорий Павлович, ну, во-первых, с чего закончила предыдущая, я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, чтобы не забыть. А второе, поблагодарить вас за ту работу, которую вы осуществляете. Ну, и сразу оценку, совет работал неплохо. И благодарю вас за внимание кузников, которых вы охватываете, их осталось, к сожалению, чуть более 30. На день узника было 37. Поэтому сейчас бывает еще. я что хотел бы заострить. Мы не вечные. Мы ограничены возрастом. Совет все же меняется, в какой-то степени молодеет, это другое, с ходом времени. Мы, узники, уже приговорены к определенному продолжительству жизни. Поэтому я не смог, как председатель узников, ряд вопросов решить узнику. Может быть, я не той дорогой шел. Я пытался стучаться непосредственно к классным структурам. Может быть, надо было подключать больше депутатов, наших и региональных. Кстати, которые у нас постоянно присутствовали в свое время на дне узников. Но надо их и толкать. Вообще всем нам надо научиться спрашивать со своих слух. Чтобы они не опускали все в нашею, не опускали ноги. Понимаете? Я, кстати, у меня мыслика в Минздрав послать, чтобы срочно убрали горшкова. Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы планировали Владимира Ильича Ульянова. Но только с поправкой. Не на революцию, а на народников. Которые говорили, что нужно просвещать людей и нужно учить их нанимать. Но создать надо такую организацию, чтобы она заставила людей думать, мыслить и нанимать себе слух и контролировать их работу. Поэтому я хочу предложить планировать Владимира Ильича, чтобы он создал партию, а он может создавать. Но только с уклоном и с идеологическим уклоном. Не на революцию, а на просвещение. Ну ладно. Я что? Вот я не смог. Вот указ. Есть указ первого президента от 15 октября 1992 года. Где записано, значит, что узников приравняют к участникам Великой Отечественной войны. И записано четвертый пункт. Правительство Российской Федерации в двухмесячный срок предоставит предложение о внесении извинений и дополнения в законодательство Российской Федерации в растекающие настоящего указа. Вот этот указ до сего времени не исполнил. Нас не включают в закон о ветеранах. Есть закон. Более того, значит, когда на первом, я был членом пункта 90-го совета при губернаторе, меня внедривали узники областной организации. Вот. И на первом же заседании, ну тогда вроде бы Дрозденко тоже первое еще у него заседание. ну сразу не будем распространяться. Здесь, ну у него первый, у меня первый. И отчитывался соцзащита областная об улучшении жилищных условий участника войны. я задал вопрос. Ужненький подходит под этот? Дрозденко на нее певает. Значит, она верховный суд нам запрещает. Мне Дрозденко отвечает, верховный суд запрещает. Ладно. Я взял, ну сейчас по интернету, вот у меня, если кто-то интересуется, решение, четыре решения верховного суда по этому вопросу. И что там? Там, значит, прокурор первой инстанции и суд первой инстанции, ну районный суд, решает пользу узника, основываясь на этом указе. А все что указы первого президента? В силе. Вот. Вторая, суд, вторую инстанцию решает пользу узника, клерки областного правительства, не желая исполнять, они еле обжалуют в Верховный суд решение это. А там... Ну здесь вы ничего не делали. Подождите, приезжайте, я сейчас введу, сделать буду. Не надо болеть, это вот и тема нашего собрания. Вот. Хватит. Значит, суд, ну естественно, прокурор не едет, суды не едут, но клерки едут и кладут инструкцию кругника Министерства социального развития, где написано, они задают вопрос, как поступать сузниками, записано у него в инструкции. Поскольку законы ветеранов не сильны, помимо после этого указа и блокадники, поэтому считаю, что первый указ президента утратил силу. Вот так и. Григорий Павлович, молодец, вы с ним. Все, мы все разрешаем. Не надо. Значит, я пропису в таком случае, перебрали свой акт. Уважаемый господин президент, послушайте, нам, бывшему узникам фрусинской лаверии, непонятно, почему при вашем взаимовлении, что указы первого президента России остались в силе, до сих пор исполняются, не исполняются в полном объеме. Указ 235, там и все прочее. Павел, начни от нас, то, что мы с нашим возникаем. Так, и все то, что возникает законный вопрос. это юридическое безгрануце судов ниже стоящих и прокурорского надзора конституционной вашей вертикали президентской. Либо исполнение воли одного лица, как учебное в работе чемпионата. отдай мне потом, давай поговорим. Зачем нас занимать? То есть, Григорий Павлович, корень, который мы не хотим. Хочешь, чтобы нас обращение к этим принестили, да? Кстати, из этого, здесь еще было приписано, нормальные граждане не могут, ну, не может и беспокойся факт, бездумно перекачивая энергоресурсы, природную заставили всех граждан. Другие страны и даже котельные населенные пункты, которые это в березу. Так вот, газ, вот из этого только выполнил газ, вот, прокладывают. Больше ничего. Значит, приводь, дорогой, время, смотри, уже 12 метров. Давай так, мы с обращением выступим, товарищи, да? Я, значит, прошу в обращении конференции следующему составу советов довести до логического конца данный вопрос, значит, подключая сюда и депутатов законодательного собрания и всех, и в том числе и совет, областной совет. Сегодня там командует бывший милиционер, не милиционер, он же был из вооруженных сил уволен, комиссар, политработник, политработник, олейник. Так вот, пусть поговорит со своим бывшим главнокомандующим. готовьте документы, вам надо прийти с документами и ждать. Ага, Григорий Павлович, спасибо, дорогой, я понял, все, поняли вы, да, товарищи? Успехов вам надо. Удачи! Спасибо. Товарищи, вуточку ломбан, да? Она сказала, у нее недолго, она от чистого сердца своими словами. Но мы ее еще послушаем сегодня, да? Да, спасибо большое. Представляю старый город. Так, Витя, ты потом, поблагодарить совет за то, что разделили, разделили все-таки, у нас очень рассредоточены дома старого города, поселения, вот, поэтому то, что разделили, нам, конечно, удобнее работать, но мы стараемся, это хорошее. А еще очень большая просьба все-таки с помещением. У нас больная тема, мы не можем стендовывать, у нас нет своего помещения. Если в дворец стоит дом культуры будет надолго в ремонте, седьмой микроамин нам спасибо большое, они предоставили, но это же не наши помещения, хотелось бы свое. Если будет возможность в этом, где дом культуры, может комната какая-то, там, нету там. Дом культуры это дворец? Нет, дом культуры, где сейчас находятся пара станций. Может быть там что-то есть? Там все кабинеты в одном кабинете. Все ясно. Ну если будет возможность, нет, у меня еще не все. У меня еще не все. Очень коротко. Так, ну если будет возможность, защите, пожалуйста, если будет. Еще по спорту хотелось. Нам очень хотелось, к нам приходят то, что приходят люди очень активные, хотели бы заниматься спортом, заниматься, чтобы зал где-то нам могли бы помещить. Вот этот вопрос, если можно будет. И по культуре. По культуре. Это надо работать со школой. По культуре. Вы знаете, хотелось бы общаться не только вот своим, если будет возможность, с транспортом или там организовать, вот например, с Бокситогорском могли бы обмениваться. Какие-то концерты. Хорошая идея, да. Какие-то выставки. Вот это вот культурный обмен. Люди хотят общаться. Так, товарищи, у нас записалось 10 человек, 11 даже, выступило. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Заканчиваем, да? Хорошо. Те, кому, кто не выступил, да, в письменном виде, свои там записки можно отдать, не включим протокол. Так, Виктор Анатольевич, пожалуйста. Слово предоставил Виктору Анатольевичу, председателю первичной организации Героев Черного. Вот так вот назовем. Да. Уважаемый совет, уважаемая регионная комиссия, уважаемые товарищи, прежде всего хочется вас подразить с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы желаем всем здоровья, что все у вас ладилось, что все было хорошо. Наша организация Союз Черного вступила в эту организацию ветеранов в 2018 году, ровно год назад. За четыре года мы... Четыре года назад. Четыре года назад. Это казахида, я не могу сказать. Вот. И за четыре года мы пробили памятный знак Чернобыльский, Героем Чернобыля. В этом году мы первый раз в жизни отметили нашего камня, сначала, потом памятника, потом 36 лет победы, это 206 дней городического труда. Наверное. Вот. Ну, в основном, год прошел у нас благотворенность, нормально все, благодаря товарищу нашему, Владимиру Георгиевичу, Буваеву. А можно, то есть, так, да я, да я потом. Вот. Дальше что? Устали уже все сильно, Да, да, да. Сейчас я заканчиваю. Я недолго. Давай. У нас пришла телеграмма, телеграмма, с Ленинграда, наши главные свидетатели. Киреев. Киреев Андрей Сергеевич, Сергей Анатольевич послал письмо. Все наше утро Наумову поздравил, разбегал сюда 9 часов. Юлия Алексеевича. Теперь Владимиру Георгиевичу. Да, поздравляем. Буваеву выражаю признать и благодарность за личный вклад в помощь за установки памятного знака техническим ликвидатором последствия аварии на Чернобыльской адресе. Спасибо, что это непростое время для нашей страны. Вы находите возможность поддержать ветеранское движение. Идельно увековеченной памяти поддержку и защиту прав и интересов граждан, подвергся воздействию радиации и активной жизненной позиции. Желаю вам дальнейших успехов и надеяться на продолжение совместных сотрудничеств председателя совета Ленинградской региональной общественной организации Союза Евгения Анатольевича Евгения Анатольевича Киреев Возвите право Спасибо. Наш президент, ну это вас, в Москву уже пришло, и летний передал, что наша организация, Союз Черного, признанная лучшей Ленинградской области. Спасибо, товарищи, наступающим вас всем желающим счастья, крепко, бодрость, петуха, не падать, не падать этим духом. Вот смотрите, образец, друг человек, да, возглавил организацию, вот и добился, смотрите, какой мощный подряд. Наш не будет никого, память не будет стоять, и фамилии ведь там каждого, чернобыльца, вот что значит память. Так, товарищи, мы прекратили премию, да? Да, да, да. Позражений нет. Два предложения. Давайте быстрее, и громче. Тихо, вот все, я сейчас скажу. Значит, ветеранское подволье мы проводим, можно просто туда добавить две номинации. Я бриген, у меня сердце болит. У нас город домов не будет с новгородской архитектурой. Понимаете? Это единственный город, район Ленинградской области, потому что мы были когда-то в новгородской губернии. Поэтому, вот ветеранское подволье, одна номинация, допустим, я не знаю, как вы ее назовете. Сохранение тихинских архитектурных традиций в деревянном зодчестве. У нас еще остались домики, каждый знает по старому городу. Где-то крылечки остались, где-то полисадник из речек, они из рабиц, правильно? Где-то ворожки, где-то наличники. Все предоставим этот материал. А вторая номинация тоже. Ну, давайте не забывать людей, которые немножечко вот не для себя ветеранское подворье, не за забором вот здесь красоту мы наводим, а мы ее дарим всем тихинцам, которые мимо проходят. Вот я смотрю, у нас плаха. Одни соседи на берег вынесли ботву из огорода, а другие соседи вырубили кусты, скосили траву, какое-то дерево удивительно посадили, типа акации. На улице какой-то северная, не северная, где-то там, афганец, кто-то из Афганистана привез луковицу дальневосточной лилии, посадил в болотце в таком. Ну, это же красота, это же ботанический сад. Понимаете, а они же не знают, завтра будет эта территория, они будут любоваться или нет, это ничья территория они обладают. Подождите, это два предложения, одно, последнее. Спартакиаду. Посмотрите, как всем понравились наши веселые старты. Выложили, когда в интернет, почитали отзывы какие, а где поучаствовать, мы тоже хотим. Вот, может быть расширить команду не одну, а две, допустим. И летнюю спартакиаду тогда можно провисеть неправильно, для этого не требуется спортивный зал. Это стаседа, хотя бы просто, а все побежали. Согласны? Да. Спасибо. Дорога Петрович, подожди минуту, можно мне дополнение к Ветеранскому подворью? У меня есть такой вопрос, вот хорошо, что здесь представитель администрации, районной, городской. Я хочу сказать, что я вам говорила об этом. Вот мы когда были последний раз на Ветеранском подворье, Значит, прозвучал такой вопрос Много у нас Значит, вот Сейчас дачников Которые проживают На территории Ленинграда Я задавала этот вопрос То есть не прописаны в Тихвине Они в Тихийском районе Да, они не прописаны здесь у нас Но они очень хотят участвовать Вот это очень такой злободневный вопрос Я просила уже Рассмотреть этот вопрос не один раз Потому что приходишь в участок Зашибись Зашибись, да? Зашибись, это, наверное, дети Кто-то делает Не сами Людочка, правильно Логичный вопрос Записали, Люда Девочки записали Спасибо, Люда, спасибо Товарищи, нам нужно принять Как это? Постановление, да? Проект постановления Так, Верочка, зачитай у нас Ты сама скажешь Давайте Давайте так Времени уже много Давайте Зачитаем только констатирующую часть Прямо будет Это много Ерочка, давай Проходи вперед Ну, нам нужно, прежде всего, принять решение о том, какой мы признаем работу нашей организации Существует только два варианта Удовлетворительная или неудовлетворительная Удовлетворительная Так, товарищи Кто за то, чтобы признать работу районного совета ветеранов удовлетворительной, прошу голосовать? Спасибо Против, воздержался Нет Отлично, спасибо Ну, поздравляю всех с этим вашей Далее идут пункты разные Которые базируются как на выступлении Владимира Георгиевича Так и вот по вашим вот замечаниям и выступлениям критическим в том числе Так, теперь что Так, все прочитать тогда? Мы все слышали, все согласны Ну, вот здесь еще Да, здесь по работе по здравоохранению Вот то, что Григорий Павлович говорил Вот по... Ну, все замечания Будут по все замечания, здесь они все включены Здесь у нас Мы помним Так Десять пунктов Ой, не надо Не читайте Все, все, да Дерочка, мы за все Так что все потом могут познакомиться Познакомимся, прочитаем и все Как закладом, так и у нас принялся в совете Мы можем это даже вывесить на сайте на нашей ветеранской организации Кто заходит в интернет, он там посмотрит, зайдет, прочитает А все, спасибо, Григорий То есть нет возражений, да? Кто за то, чтобы принять вот это в таком виде решение Постановление Все, спасибо Спасибо Так Переходим к следующему повестке дня Ну, главный вопрос в сегодняшней конференции Это выборы совета ветеранов Тихийского района На следующую пятилетку Слово предоставляется А кто? А, да, да Как это я? Вот я Давай, громко, ясно Так, товарищи, давайте Если я не буду называть микрорайонами, то я поставлю пофамильно, можно? Давайте так Товарищи, товарищи, в состав совета, да, как мы уже говорили У нас входят все председатели первичных организаций Да? Активно работающие А? Все тоже Все тоже Нет А кто еще? 36 Нет Вы по ним это читаете Так, все Читайте, да, пофамильно Давайте, пофамильно Чуркина, Михеев, Калинина, Колесова, Капустина, Булатова, Митишов, Сычев, Кукина, Андреев, Латыпов, Ефимова, Кулешов, Кирюшин, Краснова, Петухова, Богатова и Бугаев Последний Кроме секретаря, кроме Петухова Один только Бугаев Нет, Петухов и Богатова Нет, есть, все, все Товарищи, в течение поюставов В течение вот этого периода Мы можем добавлять в состав Но уже решением совета Членов совета, да? Понимаете, можем освобождать То есть нам дано полное право В течение года Как мы в течение года Да, да, любого времени Нет, пятилетия В любого времени, да? Так, товарищи Нет возражений, да? Чтобы вот указанные люди стали членами совета ветеранов Тихинского района Конечно, нет Нет, кто за, товарищи? Деновас Спасибо Так, теперь давай совет приведем Ревизионная комиссия А, товарищи, по выборам ревизионной Нам нужно избрать новую ревизионную комиссию, да? Людочка Фок, да? Да Да, сейчас назовет Я говорю, что все, все Предлагаем ревизионную комиссию выбрать составе трех человек Трех человек, да? Нет возражений? Нет Нет Пофамильно Персонально по новому Людмилу Михайловну, Федорову, Елену Васильевну, Елепинскайта и Рену Рамуальдовну Два бухгалтера, да? Отлично Так, товарищи, кто за то, что привезенную комиссию избрать в этом составе? Спасибо Спасибо Так, что теперь? Выбор председателя, давайте Давайте председателя выберем Нет, как был Смотрите Здесь на усмотрение Значит, если кто устал, не члены совета могут пока там... Не, не надо, не надо Пусть сидят Давай до конца Ну, тогда приступаем Выбором Так, придем Договори отчет, сердце здесь, что там Своими словами Есть предложение Избрать председателя нашего совета Бугаева Владимировна Кривовна? Есть другие предложения? Нет Есть другие предложения? Нет Голосуем Главы Против есть? Нет Воздержавшихся нет? Нет Поздравляю Поздравляю Сейчас сделаем Товарищи, закончили? Что у нас еще? Товарищи, что мы еще здесь делаем? Нет, давай, Людочка Тебе слово, давай Так, товарищи, открыли Давайте споем Давай То есть, товарищи Это традиция Тексты, тексты, табыть, да нет Не сидят Давайте Громкие Громкие Давайте 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 Я люблю тебя жить Шоусь, что само по себе И не ново Я люблю Тебя Жить Я люблю Тебя Снова И снова Вот Ушел Назаркли Я Я шагаю С работы Устала Я люблю Тебя Жизнь И хочу Чтобы лучше Ты стала Мне не мало Доно Ширь земли И давнина Постая Мне Здесь Надовно Вескорыстная Дружба Мужская Но Не каждого Дня Как я Счастлив Что нет Мне Покоя Есть Любовь У меня Жизнь Ты знаешь Что это Такое Как поют Соломьи Полумрак Поцелуй На рассвете И вершины На любви Это чудо Великое Дети Но Мы с ними Пройдем Вескорю Найс Борзалы Причалы Будут Внуки Потом Все Опять Повторится Сначала Ах Как Годы Летят Мы Грустим Седину Замечая Жизнь Ты помнишь Солдат Что погибли Тебя Защищая Так Легу И Лешись В Трудных Звуках Весенних Один Я Люблю Тебя Жизнь И Надеюсь Что Это Взаимно Всем Спасибо Значит Девочки Я прошу